В июле 2021 года, в прекрасный теплый летний день, в городе Виндзор, Англия, на мужчину работавшего у себя в саду, с только что пролетевшим над ним самолета упали фекалии. Вероятность того, что что-то подобное произойдет, составляет 1 на 1 миллиард. Давайте наглядно посмотрим на вероятность 1 к 1 миллиарду. Представьте себе железную дорогу и поезд, который двигается со скоростью 30 километров в час от Москвы до Алматы. В один прекрасный момент вы закрытыми глазами вытягиваете руку из окна, сжимаете ее в кулак и в вашей руке должна оказаться швабра, которую поставили на этом пути. Согласитесь, что шансы поймать швабру действительно малы. Несмотря на это, идентичный случай произошел в Германии в 1998 году. На мужчину, отдыхавшим на рыбалке, обрушились отходы. Тогда над ним как раз пролетал самолет А-320. В 2000-х в Испании на машину упал кусок льда с фекалиями общим весом в 4 килограмма. Это только небольшая часть примеров с подобными случаями. Значит ли это, что фекалии из самолетов выбрасываются в воздух? И нужно ли нам опасаться внезапного сюрприза? Самолеты прошлого столетия были менее комфортными. И туалетные комнаты в них тоже. Еще 50 лет назад их строили с открытыми системами сбрасывания отходов. То есть да, после смыва унитаза его содержимое попадало в воздух. На высоте нескольких километров жидкость превращалась в лед и падала на землю. А как устроен туалет на борту сегодня? Туалетные, или как их еще называют, санитарные комнаты в самолетах обычно небольших размеров. На счету каждый сантиметр судна, поэтому делать просторные санузлы нет возможности. В каждом самолете туалет устроен одинаково, в нем есть водопровод, канализационные отводы, унитаз, раковина, урна для мусора и раскладной столик для пеленания, прикрепленные к стене. Вода в самолетном туалете берется из специальных баков. Их заранее наполняют жидкостью, а давление, под которым собственно и течет вода, обеспечивают компрессорные установки. Кроме того, у каждого туалета есть особая канализационная система. Какая именно, зависит от параметров фузеляжа. Он отличается у всех моделей самолетов. Это зависит напрямую от его модели. В каких-то моделях их может быть три, в каких-то пять. Например, в двухпалубном Boeing 747-11 туалетов. Два туалета на его борту расположены в начале салона, четыре в середине, два в конце судна и еще три на второй палубе. А вот в Boeing 767, всего, пять туалетных комнат. Одна, для бизнес-класса, две, между бизнес- и эконом-классом и еще две в конце салона эконома. Запутаться в самолете и не найти туалет у вас не получится. Обычно их всегда размещают в конце борта. Пассажиры могут пользоваться туалетом, только во время полета. Так как во время старта и посадки самолета риск падений, ушибов и прочих травм слишком высокий, пользование туалетом строго запрещено. Куда исчезают отходы? В современных самолетах в основном установлены биотуалеты, отходы в которых перерабатываются с помощью специальных молекулярных средств. В системе канализации есть герметичный бак, в который попадают отходы из унитаза и раковины по трубам. На протяжении всего полета там накапливается жидкость. В небо, само собой, грязная вода, не сбрасывается. На многих лайнерах установлена система осмос, которая очищает воду. Отходы из самолета сливаются в специальную машину уже после приземления. Когда пассажиры освобождают борт, она подъезжает к самолету, присоединяется к нему специальным шлангом и высасывает содержимое баков. Что запрещено делать в туалетах самолета? Конечно же курить. За курение в самолете предусмотрено административное наказание. Курение в самолете опасно не только для вас, но и для всех, кто находится на борту самолета. В унитаз запрещено выбрасывать твердые отходы. Это может засорить систему и вывести санузел из строя. Крышку унитаза при смывании лучше закрыть. Так вакуумная система работает лучше всего. Ну что же, давайте подытожим. В наше время беспокоится, что фекалии упадут сверху абсолютно без фундаментной. Такие случаи как раньше, учитывая современную технологию, можно полностью исключить. По крайней мере я лично на это очень сильно надеюсь.